знаешь какую фразу я слышу чаще всего повторяющуюся ну здоровье вам будет здоровье будет все так это как пятницу вот на творческих вечерах замешиваем звук как-то вот обязательно кто-нибудь выходит и говорит эти слова я понял что это действительно так будет здоровье будет все и о здоровье ближайшие 15 минут мы будем разговаривать и у нас в гостях наталья георгиевна мокрошева директор федерального государственного бюджетного учреждения национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины член корреспондент российской академии наук молодец здравствуйте наталья проходите я еще хочу к тому количеству регалий которые мы назвали добавить еще впервые в нашей студии человек у которого есть страничка на википедии и и такая немаленькая немаленькая с первичным всех научных работ которых половина не понял именно там я уже доктор наук веса наталья вы какими судьбами к нам в город иркутск ну собственно сейчас у нас проходит второй форум который собирает всех медиков ирмопо академия постдипломного образования филиал российской академии иркутский филиал очень достойность производящий большое количество очень умных людей в медицине обеспечить обеспечивающий собственно медицинскими кадрами сибирский регион это первое а второе приехали с команды эндокринологов анализировать в каком же статусе сейчас собственно эндокринологическая служба иркутска уже есть какие-то результаты мы наверно несомненно ну интрига и эффект не доска это самый важный в медиа эффект давайте немножко поговорим на какие-то очень важные такие полезные для каждого зрителя темы кстати стас извините прерву сделал ты это с удовольствием да и заметил как мы изменились на протяжении лет пяти я раньше у нас глаза загорались когда в студии появлялись гости которые говорят про спорта что-то сейчас да то сейчас глаза горят когда появляются люди с медицинским образованием потому что иногда есть что спросить и с возрастом про медицину как-то слушать интереснее а если вот второй раз ты сдал и так давайте сначала соснов все таки базы на ваш взгляд что представляет сейчас наибольшую угрозу для здоровья современного человека собственно как это ни парадоксально повышение продолжительности жизни так поскольку чем больше мы живем тем больше мы накапливаем рисков определенных и современный человек он привык жить точнее организм его привык жить в определенном темпе достижение цивилизации которые мы сейчас имеем этот организм не очень понимаем и то что мы с вами у нас есть автомобиль у каждого у нас есть интернет у нас есть масса экранов которые мы можем по-разному использовать дистанционное взаимодействие так далее вот это вот отсутствие движения присутствие большого количества вкусной пищи вредных углеводов сладких да да и есть еще более вредные конечно продукты и вот это несостыковка она создает предпосылки к тому что основной проблемой которая сейчас стоит перед современным человечеством это метаболическое нездоровье то есть это нарушение метаболизма то есть это нарушение жирового обмена углеводного обмена электролитные нарушения и так далее потому что именно вот эти вот нарушения они создают предпосылки для того чтобы у человека развивались инсульты инфаркты различные опухоли сахарный диабет и так далее то есть ожирение избыточный вес это наша коллективная проблема которая к сожалению очень серьезно молодеет за последнее время учитывая то что мы живем дольше той и количество пациентов в возрасте имеющих избыточный вес тоже продолжает расти и действительно серьезным серьезной проблемой является то что за последние 20-30 лет ожирение распространилась избыточный вес распространился увеличился в разы а что самое важное 45 раз увеличилось количество детей с ожирением и избыточным весом и вот наши достижения цивилизации они являются собственно угрозой для будущих поколений для наших детей потому что вот это не состыковка когда очень хочется вкусненького очень хочется достижения удовольствия с помощью рецепторов и очень не хочется отказываться от достижения цивилизации вот это которых да и сейчас вы их фантастическое множество а знаете ну раз уж мы начали про эндокринную систему в том числе затронем прямо сейчас мне вопрос он от меня лично если он неадекватный вы так скажите а вот молодая молодое поколение ожирение все больше и чаще встречается среди их представителей это связано просто с какой-то ну допустим ленью нежеланием заниматься спортом обилием вот этого всего что потребляется или вот эндокринная система вообще влияет на собственно нарушение эндокринной системы они и приводят во-первых к ожирению избыточного веса и являются следствием ожирения да то есть это такие вот взаимо обогащающие процесс а теперь вот вернемся от детей к людям постарше собственно к нам да ну и у всех вернемся в эту студию и у всех есть старшие родственники бабушки дедушки родители братья ну в общем которые чуть старше и ваша дело погромче да на какие вот аспекты эндокринные в организме человека стоит обратить внимание чтобы достичь все-таки достичь этого самого долголетия которому все стремятся ну собственно я не зря началась вот этой несостыковки того что мы создали и того что мы несем из глубины веков и самой большой проблемой является то что мы мало двигаемся мы достаточно много едим вредной пищи и это действительно та проблема которую должен решать каждый человек сам за себя и с течением времени взрослый человек все больше и больше рисков накапливает имея эти проблемы существует масса эндокринных заболеваний которые имеют клинические проявления на которые о которых мы можем часами с вами говорить и ну допустим проанализировать да все ваши семейные проблемы ваших родственников но я думаю что это такое разнообразие что ну частные какие-то моменты мы можем обсудить но слишком много нарушение сердцебиения повышение давления избыточный вес мышечная слабость отеки проблему желудочно-кишечного тракта камни в почках головные боли нарушения лактации тому же это весь организм я об этом и говорю что эндокринная система она создает плацдарм для здоровья всего организма инсулиновая резистентность это один из механизмов который как считается лежит в основе развития сахарного диабета второго человека не могу говорить то и ожирение избыточный вес и потребление большого количества углеводных продуктов много сахара приводит к тому что это инсулинорезистентность развивается собственно это не чувствительность собственных клеток к собственному инсулину который вырабатывается поджелудочной железой и дальше запускаются процессы и развивается сахарный диабет вот собственно подошли мы к такой важной теме вот с вашей точки зрения наиболее важно в лечении пациента с сахарным диабетом что контроль самоконтроль грамотность пациента с диабетом умение контролировать питание движение собственно сон потому что качество сна и режим сна крайне серьезно сказывается на все эти процессы тоже и пациент с сахарным диабетом диабет же бывает разный раньше считали что диабет это просто один диабет но сахарный диабет есть первого типа это диабет когда не хватает инсулина в организме человека это аутоиммунные заболевания с рождения болеет но не с рождения с ранних лет есть второй тип диабета которым болеет основная масса и в основном это лица старшего возраста старше 45 это все характеризуется высоким уровнем сахара в крови но лечится совершенно по-разному формируется совершенно по-разному если генетические такой обусловленные первый тип диабета возникающий в детском возрасте лечится инсулином это не до абсолютно недостаток инсулина в организме и надо вводить обязательно инсулины извне то второй тип диабета лечится инсулина в крайне редко при запущенных ситуациях когда уже не справляются другими таблетированными средствами и основными методами излечения собственно ну излечить диабет практически невозможно можно достичь ремиссии выйти на плату является корректировка питания не зря сейчас стартовал федеральный проект борьба с сахарным диабетом в 23 году и сейчас уже практически все регионы страны и начали эту работу я не зря говорю о реорганизации эндокринологической службы страны и уделяется очень много внимания тому как обучается пациент с сахарным диабетом образу жизни со своим заболеванием и это крайне важный самый эффективный инструмент для того чтобы пациент с диабетом жил долго без развития осложнений потому что препараты это хорошо но эти препараты они в любом случае можно уйти на огромные дозы и не справляться со своим заболеванием если мы не корректируем питание не корректируем движение то есть это все-таки такая работа это особый образ жизни смотрите если государство начинает интересоваться какой-то болезнью и тем более мы знаем что для пациентов есть какие-то методы поддержки значит ли это что количество людей у которых есть сахарный диабет она достигла каких-то масштабов которые на которые стоит обращать внимание и на государственном уровне конечно действительно огромное в россии насчитывается зарегистрировано сейчас в нашем регистре сахарного диабета 5,2 миллиона человек с сахарным диабетом это российский показатель мы считаем что еще столько же пациента просто даже не знают о своем заболевании сахарный диабет и 5-10 миллионов это уже большие показатели во-первых а во-вторых у нас есть очень серьезные намерения не только повысить продолжительность жизни повысить ее качество и вот эта профилактическая работа сейчас которая ведется с сердечно-сосудистыми заболеваниями не зря упомянула инфаркты и инсульты пациенты с сахарным диабетом 40 50 процентов случаев они умирают именно от сердечно-сосудистых событий и стало понятно что именно эта популяция именно эти пациенты вот в комплексе они сказываются серьезно очень на смертности и повышение смертности среди россиян ну собственно среди всех жителей мира поэтому этому уделяется серьезное внимание но я вновь возвращаюсь к тому что мы стали больше понимать больше знать о причинах различных других заболеваний и поняли что эндокринные заболевания и сахарный диабет в том числе это как раз та основа которую поправив допустим убрав или снизив риск развития от сахарного диабета мы сможем повлиять на то самое продолжительность и качество жизни взрослой части населения как минимум скажите пожалуйста если на сегодняшний момент прорывные отечественные технологии в эндокринологии эндокринология достаточно молодая наука но тем не менее огромное количество в мире препаратов из инновационных для нее уже изобретено и прежде всего конечно же это изобретенный сто лет назад инсулин я напомню что раньше если ребенок со у ребенка выявляли сахарный диабет это первый тип напоминают а вот иммунные заболевания это абсолютный недостаток инсулина то этот ребенок был обречен в течение нескольких недель просто погибнуть это был закон когда открыли инсулин когда начали вводить инсулин это был животный инсулин продолжительность жизни этих детей значительно улучшилась но были целый ряд побочных эффектов различные осложнения и так далее и вот за эти сто лет инсулины продвинулась производства инсулинов настолько что сейчас отечественные производители в том числе производят фантастически широкую линейку инсулиновых препаратов это и инсулин который действует очень быстро и инсулин который действует на протяжении суток это и инсулины которые отвечают на различные состояния человека а сейчас в ближайшее время у нас планируется эти выпуск отечественного инсулина который вообще можно кого всего раз в неделю и это конечно уникальные препараты они великолепны и по своему качеству и наши фармацевтические производители это целый ряд компаний которые сейчас производят в россии они конечно дают нам большую надежду что пациенты нуждающиеся в инсулинах они уже сейчас будут обеспечены независимо ни на каких условиях у меня есть два вопроса один из другого немножко вытекает первый вопрос вот эндокринные заболевания являются ли наследственными нужно ли как-то активнее следить за 4 железой за ну в общем если вы ты знаешь что у тебя в родне были такие случаи и вот второй в какой момент вообще нужно понять что пора идти в больницу что на какие моменты лучше идти не в больницу лучше идти к врачу облаторного звена потому что больница это все-таки стационар это когда уже совсем плохо и желательно на более раннем этапе все-таки обратиться в какой момент понять что нужно лучше сходить ну во-первых эндокринные заболевания действительно имеют тенденцию наследоваться но не только они могут быть генетические будет может быть генетическая предрасположенность может быть какая-то генетическая мутация и это редкие орфаны и заболевания точно пример ожирение это тоже наследственное заболевание но вот 10 процентов ожирения например является результатом мутации в каком-то одном гене 90 процентов это такое полиген ожирение то есть у человека есть масса предрасположенности набору веса к допустим качеству мышечной ткани каким-то еще нюансом и вот он наследует этот набор огромных предрасполагающих факторов и если человек знает о том что у него родственники имеют это заболевание и он предрасположен то он может уже вот эти вешки на своем пути поправить где-то поработать над своим телом где-то поработать над своей головой корректировать и питание и так далее и в этом плане конечно эндокринные заболевания надо оценивать учитывая семейная анамнез это однозначно что касается когда же обращаться к врачу я стою на позиции что надо профилактировать и не давать разби развиться по крайней мере в тяжелой форме заболевания для этого существует целый ряд пунктов которые из начиная с детства требуют контроля врача то есть во первых существует например возраст например неонатальный скрининг который сейчас введен есть такое заболевание гипотиреоз который характеризуется высоким уровнем ттг вот да когда щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов мы про детей говорим про всех и существует это заболевание достаточно легко корректируется его можно лечить и главное его не запустить но существует врожденный гипотиреоз он вы он с рождением ребенка у которого это заболевание есть начинает накапливать различные риски и проблемы и собственно это очень больной ребенок если у него не выявить на раннем этапе и собственно недостаток гормонов щитовидной железы может привести к даже к формированию недостатку формирования нервной системы ну и развивается кретинизм например сейчас поголовно в россии каждый младенец который родился вот сразу же в роддоме ему проводится скрининг ноги на врожденный гипотиреоз и выявляются эти дети очень рано и скринируется тут же начинают лечить их гормонами щитовидной железы и все риски снимаются есть возраст например полового созревания когда и мальчики и девочки должны контролироваться эндокринологом и мы должны оценить правильно ли формируются половые признаки и иногда бывает что ну есть какие-то ситуации когда не очень природа разобралась и вроде бы родился родилась девочка оказывается мальчик и хорошо бы это на ранних этапах определить есть такое заболевание например врожденная дисфункция коры наточников и так далее то есть это уникальные такие заболевания которые тоже надо оценивать на в детском возрасте то есть вот как мне ответить вам во сколько лет профилактика лучше поэтому раз в год стабильно с момента пубертата да нужно показываться эндокринологу для того чтобы ничего не запустить за все пропущенные разы пойдем каждый день на прежде трех недель спасибо большое было очень интересно вас послушать